Продолжение следует... Многие люди обожают кормить белок в парках. Эти озорные зверьки мало кого могут оставить равнодушными, особенно когда сами охотно идут на контакт к рукам человека. Но среди таких контактов есть своя печальная статистика. От 75 до 80% детенышей не доживают и до года. Смерть наступает по разным причинам. Например, этого бельчонка ждала бы та же участь, если бы его вовремя не спасли двое мужчин. Он безнадежно запутался в леске и не мог самостоятельно выбраться. Мужчины забрали бельчонка домой. Аккуратно обрезали леску ножницами, после чего выпустили зверяка на волю в том же месте, где нашли. Но бельчонок так привязался к своим спасителям, что не хотел их оставлять. На какое-то время он умчался и скрылся в густой листве. Но через считанные минуты вернулся и забрался в карман толстовки одного из мужчин, не желая вылезать. Тогда двое решили принести бельчонка обратно в дом. Построили для него просторный вольер с беговым колесом, настоящим канатным городком, полосой препятствий и оставили бельчонка у себя до следующей весны. Однажды в Польше пожилой мужчина выгуливал в парке своих собак. Как вдруг услышал, как за спиной что-то рухнуло с ветки на листву. Это была крохотная белочка, которая полностью могла поместиться в его ладони. Мужчина поднял ее, принес на ферму и несколько дней выхаживал зверька, кормя его козьим молоком через пипетку. С тех пор и по сей день они неразлучны. Этот щенок запутался в лоскуте ткани, когда хозяев не было дома и не мог из него освободиться. Он громко скулил и лаял, надеясь, что к нему хоть кто-нибудь придет на помощь. Полицейский, находившийся рядом, не теряя времени, подбежал, чтобы освободить животное. Это было нелегко, так как пес никак не мог успокоиться и метался в разные стороны. Но мужчине удалось отрезать верхушку ткани и спасти заложника. Каково же было его удивление, когда освобожденный пес встал на задние лапы и крепко обнял своего спасителя. Этот мужчина заметил голодного волка и, недолго думая, вышел из машины, чтобы покормить хищника. С этого момента волк, признав в человеке друга, не хотел оставлять его и долгое время следовал за его машиной. Учеными не раз было доказано, что волки – одни из умнейших животных на планете и им близко чувство доверия, привязанности и преданности. На этом видео мужчина выпускает на волю осьминога, который застрял в песке во время отлива и был обречен на верную гибель. Оказавшись вновь в родной стихии, животное уже было готово уплыть. Но каково было удивление мужчины, когда морской житель подплыл вплотную к ноге своего спасителя и поблагодарил его, выразительно прикоснувшись щупальцем к его ботинку, после чего скрылся в глубине. Нужно сказать, что среди головоногих моллюсков и беспозвоночных у осьминогов самый высокий интеллект. Они имеют, сравнимый с приматами, уровень развития высшей нервной деятельности, обладают отличной памятью, умеют различать геометрические фигуры и даже решать нестандартные задачи, когда необходимо найти выход из замкнутого пространства или выбраться из лабиринта. Этот медвежонок попал в капкан. Он громко кричал от боли и страха. Спасателям потребовалось достаточно времени и усилий, чтобы освободить животное. Крайне важно было действовать быстро и осторожно, чтобы не нанести медвежонку в процессе новых травм и успеть до появления медведицы, которая могла появиться на звуке детеныша в любой момент. Наконец им удалось освободить медвежонка и тот умчался в чащу в поисках своей мамы. А здесь потребовалась помощь профессиональной спасательной команды. Голову этой коровы защемило между стволами деревьев, но это было не единственной проблемой. Помимо того, что животное было обездвижено и задыхалось, опасность представлял и находившийся неподалеку бык, который не был настроен так сострадательно и в любой момент мог серьезно покалечить попавшее в беду животное. Спасателям пришлось с одной стороны аккуратно извлекать голову корову из ловушки, чтобы не повредить шейные позвонки, а с другой стороны напором струи воды отгонять разъяренного быка. К счастью, спасательная операция была успешно завершена. С быка удалось смыть спесь и отогнать подальше от пострадавшей, а корову благополучно вызволить из ловушки. На выжженных просторах пустыни штата Раджастхан в Индии засуха – нередкое явление. Этот леопард искал воду, но металлический горшок стал единственным, что он смог найти в округе. Хищник так хотел пить, что его голова застряла внутри сосуда, горлышко которого не позволяло вытащить ее обратно. Местные жители, заметив, что животное в беде, поспешили на помощь. Леопард, в свою очередь, не стал паниковать, будто поняв, что ему хотят помочь, хищник терпеливо сидел и ждал. Люди усыпили животное транквилизатором и сняли металлический горшок с его головы, а освобожденный леопард скрылся на просторах пустыни после того, как пришел в себя. Этот смельчак вскарабкался без страховки и снаряжения на фонарный столб, чтобы спасти голубя, который зацепился крылом за леску и не мог освободиться. Спаситель отцепил лапу птицы из ловушки, позволив тому улететь. Эта история произошла на острове Саклин. Четыре касатки оказались в ловушке между крупными глыбами льда, которые смыкались на их телах и доставляли сильную боль животным. Над водой разносились пронзительные крики. Животные отчаянно звали на помощь. У группы водолазов, спасателей и волонтеров была непростая задача. Отодвинуть в стороны огромные куски льда от млекопитающих и прорубить широкие отверстия во льду, чтобы дать хищникам возможность погрузиться глубже в воду. Времени на операцию было крайне мало. Спасатели поливали тела касаток морской водой, в то время как животные стремились перевернуться на спину, чтобы избежать болезненного прикосновения со льдом. Но в таком положении у них был скорый риск задохнуться. Именно поэтому члены спасательной группы стремились установить контакт и разговаривали с китами, пытаясь отвлечь их внимание и успокоить. На этих кадрах можно увидеть, как раненые шестиметровые животные послушно выполняют команду людей, почувствовав, что им стремятся помочь. Успокоившись, касатки без проявления страха и агрессии предоставили людям сделать все необходимое для их спасения. Как только во льдах было проделано отверстие достаточной ширины, а волонтеры обработали пораженные участки кожи, касатки пришли в себя и погрузились в глубину одна за другой. Дайвер Джошуа выполнял очередное погружение во Флориде. В тот день он столкнулся с лимонной акулой, которая явно нуждалась в помощи. Акула несколько раз подплывала вплотную к дайверу и толкала его головой, будто сигнализируя, что с ней что-то не так. Джошуа осмотрел хищника и заметил торчащий в ее брюхе старый ржавый рыболовный крючок. Дайверу потребовалось две попытки, чтобы аккуратно извлечь его из тела акул. По словам Джошуа, рана от крючка была незначительной и быстро заживет, а благодарный хищник скрылся в глубине. Еще один случай, когда морскому хищнику потребовалась помощь человека. Китовая акула терпеливо ожидала, пока дайвер разрежет все путы. Теперь она свободна и нам остается лишь надеяться, что впредь она не попадется в подобную ловушку. Китовые акулы – редкий вид. В последнее время на просторах океана их осталось не так уж и много, а на сегодняшний день их популяция стремительно снижается по вине браконьеров. Морская черепаха по кличке Ольф Ридли была найдена на берегу с застрявшим в ноздре куском от пластиковой вилки. Неравнодушные люди, гулявшие по берегу, заметили, что животное в беде и поспешили извлечь из ноздри животного острый кусок пластика, после чего черепаха вернулась в океан. Теперь она могла дышать свободно и без боли. Но не стоит забывать о вреде пластика, который каждый день тоннами попадает в воды мирового океана. Не разлагается и оказывается в телах морских обитателей, вызывая у них боль и даже гибель. Важно помнить, что каждый необдуманный выброшенный пластиковый пакет или бутылка может стоить жизни морским обитателям. А на этих кадрах можно наблюдать, как рыбак бережно снимает с тела черепахи ракушки, которые покрыли не только панцирь, но брюхо и даже голову животного. К сожалению, такие незваные гости – обычное дело в морской среде. На панцире черепах могут паразитировать тысячи мелких ракушек-прилипал. Внешне они очень похожи на крошечных крабиков. Эти ракушки, когда подрастут, на всю жизнь прикрепляются к источнику питания шестью парами щупалец или усиков. Раковины моллюсков вгрызаются в жесткий панцирь черепахи, постепенно растворяя его. Бедное животное не может справиться с ними самостоятельно, и моллюски поселяются в нем, как в собственном доме. Они медленно поедают ее живьем, увеличивая вес животного и мешая ему нормально передвигаться. Что уж говорить о нередких случаях возникновения инфекций и опухолей на теле черепах от такого соседства. К сожалению, нередки случаи, когда животные и птицы страдают от издевательств и зверских поступков со стороны людей. Вот что случилось с Грессией, туканом, на которого с палками напала группа подростков. Верхняя часть красивого клюва была отломана, ставя под вопрос выживания птицы в целом. К счастью, нашлись неравнодушные люди, которые пожертвовали сумму в тысячу долларов, чтобы при помощи 3D-печати создать протез клюва для птицы. Однако без полного клюва экспертам не сразу удалось выполнить рабочую модель клюва, чтобы вернуть Грессию к полноценной жизни. К счастью, нашелся донор клюва. Конструкторы взяли клюв с мертвого тукана, который погиб в схватке с хищником. И теперь Грессия стал обладателем уникально черно-белого клюва, которому не существует аналога в природе. Теперь он может снова есть, пить и жить полноценной жизнью. Любопытный факт. Самки туканов выбирают партнера по цвету клюва. Так что теперь можно рассчитывать, что у Грессии будет своя уникальная история любви. Белоголовая орлица по кличке Красотка была найдена умирающей на лесопилке от пулевого ранения. От верхней части клюва птицы почти ничего не осталось. Но команда экспертов настойчиво решила вернуть леди ее былую красоту. Впервые в истории им удалось спроектировать протез орлинного клюва с оптимальной твердостью и учетом всех анатомических особенностей и геометрических фрагментов. Работа над 3D-моделью клюва заняла у специалистов несколько месяцев. Было задействовано дорогостоящее оборудование и программное обеспечение для проектирования и 3D-печати протеза. Вскоре настало время установить созданный почти вручную нейлоновый клюв на птицу. Операция заняла почти три часа, после чего орлица смогла вернуться в вольер и выпить немного воды. Теперь к ней вернулась ее прежняя красота, за что отдельная благодарность золотым рукам специалистов. А на этом у меня все. Если вам понравился этот ролик, то не забудьте оценить его, оставить комментарий, подписаться на мой канал и нажать на колокольчик. Для меня ваша активность – это лучшая награда. Спасибо за внимание. Скоро увидимся. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!